Я в 7 утра прихожу в клинику. Это осмотры больных, которые вновь поступили. Те, которые находятся в отделении реанимации интенсивной терапии, в отделении, которое требует наблюдения. Потом утренняя врачебная конференция ежедневная с обсуждением больных. Потом операционный день. Сейчас в свои 70 профессор Михаил Заревчатский оперирует не меньше, чем когда ему было 20 с небольшим. Вот на фото 1965 года будущее медицинское светило. Только-только поступил на практику в 4-ю медсанчасть. Впрочем, первые операции ему доверяли делать еще на 4-м курсе мединститута. Талант заметили сразу. А в 93-м году уже опытный врач, работающий над докторской диссертацией, создал Центр хирургии печени, где и по сей день продолжает ставить на ноги пациентов с тяжелыми заболеваниями. Работать с Михаилом Федоровичем для меня это большая честь и огромное удовольствие. Меня всегда поражала его целесимовленность, его высокая, высочайшая, я бы даже так сказал, работоспособность, его коммуникабельность, его чуткое отношение к больным. В соответствии с постановлением законодательного собрания за многолетнюю, плодотворную, научную, врачебную и педагогическую деятельность почетной грамотой Пермского края награждается Заревчатский Михаил Федорович. Заслуженный врач России, отличник здравоохранения и вот теперь почетный гражданин Пермского края. Награды сопровождают его по жизни. Универсальная личность, автор множества патентов, он двигает науку вперед. Токио, Вашингтон, Париж. Международные конгрессы хирургов-гипотологов за честь считают пригласить к себе пермского профессора. А он не только делится опытом с зарубежными коллегами, но и привозит домой лучшие медицинские технологии. Я думаю, что не за горами то время, когда и в Перми будет пересажена печень. Хирурги у нас технически готовы, но, естественно, требуется какое-то усовершенствование, уточнение, показания. Мы проходили специализацию целой бригады в Центре хирургии печени в Париже у профессора Бесмута. Редкий день без операций. Сегодня профессор Заревчатский принял участие в краевой конференции по проблемам лечения печени. Его слово дорогого стоит. Елена Закирова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.